Глава региона Игорь Руденя перед началом нового учебного года проинспектировал несколько объектов образования Твери и Калининского муниципального округа. В том числе губернатор посетил школы, участвующие в федеральной программе модернизации. Это школа номер 17 Твери, где продолжается капитальный ремонт здания, и школы номер 15 Игорютинская, которые уже 1 сентября встретят своих учебников обновленными. Подробности расскажет наш корреспондент. В 2023 году в Тверской области федеральная программа модернизации школ охватила 15 зданий 13 школ. Программа модернизации включает комплексный ремонт по 14 направлениям, инженерных сетей, кровель, фасадов, внутренних помещений, приобретение оборудования. Учебный год в обновленном здании начнется и в Горютинской школе, которая отремонтирована по этой программе. В ней обучаются свыше 600 детей, работают 32 педагога. У нас было заменено практически все. У нас и отопление, и водоснабжение, и канализация, и фасад, и окна. В общем, практически дети к сентябрю месяца получат фактически новую школу. Для нас это естественно важно. Почему? Потому что это дает нам импульс, нам дают возможности дополнительные. Губернатор осмотрел помещение Горютинской школы после ремонта. Холл, столовую, классы, актовые и спортивные залы. Слесарную мастерскую, музей, а также возложил цветы к памятной доске, которая установлена в честь ее выпускника, участника специальной военной операции Евгения Белика. Еще в рамках инспекционной поездки губернатор ознакомился с ходом работ в школе номер 17, где продолжается реконструкция корпуса старшей школы. Школа, во-первых, из двух зданий состоит, поэтому здание начальной школы уже готово. И дети 1 сентября с 1 по 5 класс все параллели будут обучаться в здании начальной школы. В здании основной школы сделаны все инженерные коммуникации, вентиляция, система отопления. У нас достаточно старое здание, поэтому, конечно, необходимо было даже перекрытие перебирать. Завершение ремонта планируется в ноябре этого года. Также масштабный ремонт в рамках проекта заканчивается и в школе номер 15. Там обучаются свыше 1200 детей. И 1 сентября этого года ученики придут в обновленное здание. Капитальный ремонт 15-й школы – это грандиозный проект, потому что, вы видите, был сделан фасад школы, была сделана кровля, была сделана система отопления, водоотведения, был сделан наш спортзал. Последние строители уходят, последние классы домываются, парты все расставлены, интерактивные доски, проекторы развешаны. Ждем детей, ждем 1 сентября. Здесь выполнены капитальные внешние и внутренние работы. Игорь Рудене осмотрел отремонтированное помещение. В начале следующей недели в учебном заведении состоится родительская приемка. Взрослые и дети смогут высказать свое мнение о проделанной работе. Процесс по капитальному ремонту сегодня очень важен, потому что мы хотим, используя эту возможность, мы можем поговорить правительство Российской Федерации, президента, который дал возможность вдохнуть вторую жизнь в наши хорошие советские школы. Сегодня мы видим, что применяются новые технологии, ремонты, уже современная школьная среда, кабинеты, оборудование, цветовая гамма, дизайн проекта. Все соответствует духу времени. По итогам поездки губернатор дал региональным ведомствам ряд поручений по обеспечению комфорта и безопасности школьников. В частности, привести в порядок асфальтовое покрытие у учебного заведения. Также губернатор посетил и строящуюся школу в микрорайоне «Радужный». Она возводится по нацпроекту образования. По поручению губернатора увеличено число строителей. На объекте идет возведение этажей, монтаж окон, лестниц. Завершить строительная работа планируется в декабре текущего года.